МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть вы хотите, чтобы мы нашли вашу племянницу? Я правильно понимаю? Да. Вы узнаете эту девушку? Ну, это Соня. Работала в моем агентстве. А-а-а-а! Я хренел! Еще водки. Вика? Вика. 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 Кто здесь? Здесь кто-то есть? Здесь кто-то есть. Кто здесь? Я вас слышу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эту девушку не видел? Ну… А вот так? Ну, была вчера. Одна похожа. О! Только прическа короткая. Слушай, а с кем была, не помнишь? Вот вымогатель, а! Так, ну, значит, была одна, а ушла с посетительницей нашей. Завсегдатой. А где эта посетительница живет, муж знаешь? Ну, ты… Слышишь, мое терпение не железное. С кем ушла, я спрашиваю. Ты, я… Я не знаю, я такси вызывал. Адрес можно по диспетчеру узнать. Какое такси? Амиго. Серый. Да, кстати, телефон вернул. Да какой телефон? Телефон, я сказал. Телефон девушки, которая тебе лежит под барной стойкой. Вот. Вот, другое дело. Отдам ей при встрече. Я понимаю, что, может быть, не один раз уже спрашивал. Во сколько вы выходите? Мы в шесть. В шесть. В шесть часов, да. Привет. Идем, спокойно. Извините, извините. Все кругом затопнуло. Это местные постарались. Мы хоть что-нибудь нашли? Ну, криминалисты все еще надеются что-нибудь найти. Хорошо бы. Так, ну-ка, держи. Ага. Аккуратный товарищ. Следов не оставляет. Лично жертву установили? Да. Гений. Генис Виктория Эдуардовна. Еще раз. Генис Виктория Эдуардовна. Девяносто первого года живет здесь неподалеку. В коттеджном поселке Журавли. Ну что, станем, поехали в эти Журавли? Смотри. Смотри, открыто. Слушай, ты иди туда, я дом проверю. Ага. Хозяева? Есть кто? Там, там, там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это, Серёга? Так. Догадывайся, это кровь. Похоже, кого-то плакали. Понятно. Адам смотрел? Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серёга, слушай, по-моему, это одежда Аллы Рокуновой. Значит, она была здесь. Так. Ничего не разберёшь. Телефон какой-то. Нужно встретиться. Так, быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну, стоять! Твою мать! Твою мать! А ну-ка, всё на выход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришлите мне криминалистов. Ну, тогда найдите свободную бригаду. Они мне сейчас нужны, а не вечером. Что у нас там со свидетелями? Свидетели опросили. Никто ничего не знает. На работе сказали, что отпросилась, перенесла встречу, потому что приедут крыс травить. Ни в санэпидемнодзоре, ни в правлении посёлка, нигде в крысах никто ничего не знает. Нужно лёд приложить. Закройся, Бабкин! Если бы вы мне сразу же рассказали о возможном местном нахождении Рокуновой, её подруга сейчас бы была бы жива. Послушай ты, майор, мы сами узнали о возможном местном нахождении три часа назад. Вот. Что это? Жест доброй воли. Нашли, предположительно, в шортах Рокуновой. Но только, только не думайте, что в знак благодарности я сейчас вас отпущу. Даже не найдитесь. Едем в прокуратуру. За мной. Нанесение телесных повреждений средней тяжести полицейскому при исполнении. Ну, сюда можно присовокупить сопротивление при задержании. Проникновение в чужое жилище. Ну и… В общем, так тоже. Серёж, всё. Можешь не продолжать. Этого вполне достаточно, чтобы нас лишили лицензии. Плюс административно. Это при самом хорошем раскладе. Федотов в заднице и хочет на нас оттоптаться. Что у вас на Рокунову? Это допрос или мы без протокола? Ну, можем считать, что у нас мирная Потсдамская конференция. Подпишите. Отпускайте нас. Воспринимайте это как жесть доброй воли. С чего бы это? Вы ищете Рокунова. Я вас отпускаю, вы её находите. У меня три жертвы. Алла Рокунова имеет непосредственное отношение ко всем убийствам. То есть серия? Да, серия. Мало того, что ЧП, так ещё и эти магические знаки и прочее. А вы хоть выяснили, что за знак? Магическая звезда. Охраняет от дьявола. Но главное, это шумиха в прессе. Окульпное убийство, сатанисты и так далее там. А вот поборники нравственности, наоборот, из этого потрошителя делают чуть ли не героя. Так, получается, обе жертвы, одинокие, незамужние, таскаются по барам. Значит, не носи имя, не юбку и тебя не изнасилуют? Самое страшное, что убийца может воспринять это как знак прощения. Значит, именно поэтому дело взяли под прокурорский контроль. И меня давят со всех сторон. Шаг влево, шаг вправо и без погон буду. У вас руки развязаны, так что ищите Рокунову. Дай Бог, выйдем на убийцу. Что и требовалось? О, стажёры с криминальных новостей. Здрасте. Антон Стояновский. Мы с вами разговаривали на вечеринке. Здрасте. Помним. А вы в прокуратуру приехали по делу об убийстве женщин? Антон, мы в прокуратуру так же, как и на вечеринку приехали, чтобы познакомиться с девушками. Извините, у нас мало времени. А вы знали, что знаки, которые он оставлял на телах, в средние века рисовали на амбарах, чтобы избавиться от крыс? Что, они знали? А почему тут крысы? Да при том, Серёг, Вика Кеннис — первая жертва. Помнишь, дома одна осталась? А, потому что должны были приехать травить крыс? Да. Так что там по поводу знаков? Так, для начала выясним, откуда вы узнали про знаки? Я тело видел. Что? Ну, мне знакомый санитар Моргеза полторы тысячи показал. Так, круто. А они ещё удивляются, откуда утечка информации? Ладно, подожди. Конкретнее. Что про знаки? Ну, их использовали, чтобы отпугнуть крыс. А поподробней? Ой, извините, мне в прокуратуру надо. Вот застранец, а. В средние века крысы считались эмиссарами сатаны. Для их изгнания использовались знаки и заклинания, изгоняющие дьявола. Вот, посмотрите. Это гравюра четырнадцатого века. На ней изображён изгоняющий крыс. Посреди круга — ваша магическая звезда. На Руси тоже были крысоловы. Вот здесь описан случай. А вот это что такое? Это крысиная королева. Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. В его власти изменять свой вид, являясь как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, подобное человеческому. Когда королева принимает человеческий вид, ты будешь говорить с ней, не зная, кто это. Если поймать крысиную королеву, она станет исполнять желания хозяина. Любые желания? По легенде, да. Поэтому лучшее средство против крыс — это кошка. А лучше кошки — лишь крысиная королева. Это крупная специально обученная крыса, которая убивает своих сородичей. Извините. Илюшин слушает. Хорошо, сейчас еду. Вы извините, нам нужно ехать. Спасибо, этого достаточно. Я могу оставить эти материалы? Да, конечно, разумеется. Если что-то понадобится, всегда буду рад помочь. Спасибо. Короче, я поехал к Перегорскому. Зачем? Ему сейчас подгонят фотографии, хочу посмотреть, вдруг что-нибудь выясню. А ты давай займись номером телефона. Каким телефоном? Как каким? Который мы нашли в письме у Аллы Рокуновой. Подожди. Там опять цифры было всего. Сереж, ну придумай что-нибудь. Пойдемте, я вас провожу. Да-да. А в шестнадцатом веке был очень интересный случай. Мельник из Дендербелла. Там его развелись, кажется. А в шестнадцатом веке был очень интересный случай. Мельник из Дендербелла. Там его развелись, кажется. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто здесь? Кто здесь? Вы меня слышите? Что это такое? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты куда ушел? Алло, здравствуйте. У вас есть такая Алла Викторовна Рокунова. Рокунова. А, нет, да? Спасибо, извините. Сейчас, Сочи, подожди, не скулью. Алло, вам знакома такая Рокунова, Алла Викторовна? Нет такой? Извините. Так. Сочи, ты чего? Почему ты молчишь? Ответь, пожалуйста! Что это такое? Почему я здесь? Выпусти! Это что такое? Господи, почему я здесь? Вы меня слышите? Ты глухой? Вернись! А есть схемы места показа? Да, конечно. Вот, пожалуйста, бассейн, шатер. Спасибо, я понял. Ага, бассейн, шатер. Если Алла смотрит сюда, А фотографии с других точек есть? Да все в этой папке. Смотрите, ищите. Помогите! Эрста! Эрста! Ко мне, ко мне, ко мне! Простой ты ж, тихо. Тх coherent. Вот так, вот так, вот так, вот так, значит, мы как это… Ось, Ося! Девушка, простите, это моя собачка. Да? Да что вы говорите? Ника! Ника! Ой, а как вы здесь? Здравствуйте! А я к вам шла. Ко мне? Это здорово. То есть, простите, а… Да ветеринар у меня здесь знакомый живет, я вам в версии лекарства покупаю. А вы здесь, по-моему, работаете где-то недалеко, да? Да, здесь рядом. А он вам рад. Да, я вижу. И он один. Да, я тоже. Я очень-очень рад. Да. Ну, как вы? Вы сейчас свободны? Ой, ну я уже лет двадцать не женат. Ой, сейчас, сейчас. Ой, сейчас. Так, может быть, пойдемте с вами куда-нибудь? Ой, хорошо. Спасибо. Ну, вот. А, ну, пойдемте. Ну, так, вот. Ну, пойдемте куда-нибудь в ту сторону, я там видела какие-то кафешки милые. Да, а я, а я… А вы там. Да. Ну, пойдемте туда, Верта, пойдем. Ну, пойдемте. Ой, Ося, Ося. Ребята, простите. Простите, как-то, знаете, это прекрасно, что у вас здесь есть ветеринар. Да. Да. Ну, что, как дела? Потихоньку. Может быть, кофе? С удовольствием, если можно. Ну, смотрите, он очень сладкий. Не знаю, пьете так вы? Спасибо. Пожалуйста. Хорошо. Его дочерка. Ой, ну не дайте. Дайте. Ну, ты смотришь, если не хорошо, я… Так. Так. Давай, 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 давай. Я обожаю гонять голубей, так же, как и Веста. Стой. Так, Ось, знаете, а я хотел вам позвонить. Да что вы. Да. Ну, и что ж не позвонили? Да то одно, это другое. Суета какая-то. Это удивительно. Вы, наверное, не поверите, но я буквально дня два назад о вас думала. Представляете? Вот подумала, захотела вас увидеть и увидела. Вот как бывает. Главное, верить. И все будет. Ой, простите, это… Это Илюшина. А, да-да, конечно. Да. Да, Макар. Давай-давай-давай-давай. Че, как у тебя с телефонным списком? Ой, знаешь, в этом телефонном списке чего только нет. Школы, больницы, хлебопекарни, даже психиатрических. Ну, а Бали Роконовой, никто ничего не знает и не слышал. Тебя как дела? Нашел что-нибудь? Да у меня пока тоже ничего. Там фотографий просто тысяча. Слушай, Серега, я тут подумал, если ты закончил со списком, ну, может быть, смотаешься в Вишневку? Куда? А, это где-то последняя тема начнете. Давай-давай-давай-давай. Давай. Слушай, подожди, там же ребята Федотова уже всех вроде опросили. Серега, я понимаю, но нам нужна Алла Рокунова. Ладно, хорошо. Я слышу. Давай. Ник, извините, но мне в Вишневку надо съездить по делам. Простите. Вы знаете, я так не люблю все это. Расспросы, вопросы. Вот. Да и вешки, вишняки этого, то есть как Вишневка, не кстати. Сережа, вы опять не поверите, но я живу в пятнадцати километрах от этого места. Ух ты. Хотите, я могу с вами съездить? Потом забросите меня домой. Конечно. Это будет прекрасно. Да? Угощите. А, да, спасибо. Кисловатые. А мне нравится. Ну что, нашли что-нибудь? Возможно. Ладно, на сегодня хватит. Спасибо вам за помощь. Пожалуйста. Всего доброго. Здравствуй. Здрасте. Ну что, мы готовы? Нет, не видела. А это же ведь не та девушка, которую в лесу нашли? Нет, не та. Что, тоже убили? А, надеюсь, что нет. А, ну не дай Бог, а то же есть что творится. У нас же поселок старый, все друг друга знаем, спокойно, тихо у нас. Даже вон, дверь не запираем. У нас только одно событие было как-то за все время. Как-то зимой к Кудасову залезли бомжи, у него две бутылки коньяку выпили и барометр стащили. Вот событие было, полгода обсуждали. А так, тише да гладь. А тут такое, ночами не спим. Ой, прости, прости, пожалуйста. Ну вот, работай. Простите, я думаю. А вы в тот день или, может быть, накануне видели кого-нибудь чужого? Да нет, я даже полиции вот все уже рассказала, так же, как и вам. А это, вы тело обнаружили? Что вы, что вы, Александр Романович, вот он, кстати, вот он идет. Так, девочки, готовимся. Чего ты сидишь там? Одевайте ее. Вставай, одевайся. Ксюша. – Что? – Что это? Где? Сюда иди. Чего ты придуриваешься? Откуда это? Откуда, я спрашиваю? У тебя вся шея в синяках. Как ты на подиум выйдешь? Кто тебя разукрасил так? Никто. Упала. Упала? Ты просто упала. Молодец. Вовремя упала. Главное, нужно место. В следующий раз постарайся, пожалуйста, падать после показа, окей? Передай, я тебя поменяю сейчас. Ира! Ира! Игорь, давай лучше колье надену. Ну, надень колье и поживей там все, поднимайтесь уже. Это Войтович тебе синяки не оставил, да? Да, совсем с резьбы слетел. Вчера ночью привезла мне наручниками к кровати. Я сбежала, почему мать родила, то она совсем убьет. Черт. Ты у врача-то хоть была? Ну, да, говорить все нормально. Черт, возьми трубку, а. Ну-ка, дай сюда нож. Отойди. Ай, ко мне домой. Где у вас здесь полотенце? Войтович, да? Звонит, названивает, прощения просит. Плакал. Говорил, такого больше не повторится. А когда вот это все дело, не плакал, нет? Жень, перестань, я и так все знаю. Ну, а какого фига не уйдешь тогда от него? Не могу. Мы разыскиваем девушку. Высокая, красивая Алла Роконова. Не знаю такую. А это имеет отношение к убийству? Возможно. Это ведь вы нашли тело? Я нашел, да. Мы пошли погулять. Пол пятого утра, знаете ли, мало кто гуляет. А тут человек. И странный такой, стоит рядом прям со мной. Я сразу понял, что не местный. Ну, был бы местный, он бы сказал что-то, хоть пару слов. А, простите, а откуда вы поняли, извините, что это он, а не она? Мужчины по-другому ходят, дышат. Это был мужчина, молодой, лет до тридцати, неприятный такой. Вы знаете, даже мне кажется, нездоровый. Было страшновато, страшновато было. Сережа. Подожди. Ландуши, очень приятный аромат вам идет. Спасибо. Слушайте, ведь запах… Какой запах? От него шел сильный аромат яблок. И не просто яблоками, а антоновкой. Такой сильный, как будто, как будто он спит на ящике с этими самыми антоновками. Такой сильный аромат яблоками. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Пожалуйста. Слушай, стой. Скажи, что тебе надо от меня? Ну, не уходи, пожалуйста! Живи. Я не хочу, не надо! Нет! Что тебе надо от меня, скажи? Ну, скажи, ну зачем я здесь? Ну, куда ты пошел? Поговори со мной, я прошу тебя! Не оставляй! Ну что, удалось узнать что-нибудь насчет антоновских яблок? В общем, я был в Темирядевской академии, разговаривал с завкафедрой садоводства. Он мне в том месте, где нашли дело, отметил на карте все совхозы, в которых выращивают антоновку. Так что надо будет проверить. Ух ты! Давай-давай-давай-давай! Ой-ой-ой! Да, спасибо. Спасибо, что подвез. Да, мне за рот. Да, надо же, как погода испортилась. Ну, хорошего дня тебе. Ник, спасибо. Я… Что-то большее обещай или кофе? Кофе. 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 Ух ты! Где-то здесь, где-то здесь, а? Я тогда надухом зарирую, да. Сейчас. Илюшин, ты не вовремя. Что? Ладно, буду. Это тут… Я позвоню. Это Илюшин. Я позвоню. Ой-ой-ой. Ник. Заключение криминалиста. Следов нет, посторонних волокон нет. Страницы, вероятнее всего, скопированы из книги и издания начала прошлого века. Какая-то легенда. Легенда о гамельском крысолове, переведена с немецкого в 1902 году. Я проверил. Скопированы на ксероксе, выделены фрагменты, отмечены маркер. Маркер можно купить в любом канцелярском магазине или ларьке. С конвертом тоже ничего особенного. Ребята сейчас работают с фотографиями, но никаких зацепок нет. Почему я не удивляюсь? Вероятнее всего, убийца принес конверт сам. Ну, вот что этот крысолов хотел сказать, доказать. Ищет одобрение. Хочет, чтобы его поняли и, кстати, может быть, даже наградили. Можно уберу? Попроси своих ребят, пусть проверят места, отмеченные на карте. Может, в одном из них он и живет? Ну-ка, посмотрим. Спасибо. И что дальше? А ничего, Серега. Наше дело искать Аллу Рокунову. Вот и будем искать. Угу. Держи. Титов. Один из приятелей, девица из агентства Перегорского. Бывает в тех же местах, что и Пряхин, любовник Аллы Рокуновой. Получается, Рокунова знала его еще до того, как пришла в агентство к Перегорскому. Как раз, может, его она и испугалась. Там, на показе. Так что, давай, вот тебе адрес Титова, места, где он может быть. Езжай, проверяй. Ну что, Ось, пора работать. Так, а я что буду делать? А я бы выбор разговорить подружку Титова. Не переусердствуй. Титова. Да, я слушаю. Добрый вечер. Да, я в курсе. В курсе. Через час. Ну, да, конечно, я дома. Хорошо. Сколько вас будет? Да, да, я вас жду. Кто звонил? Папа Удала Рокуновой. Ее разыскивают, я же тебе говорила. Куда собрался? Яблочко хочешь? Ничего, не забыл? Иди. Ты что, издеваешься? Хватит. Окей. Стас, я же говорю, этого мало. Ты от передоза хочешь сдохнуть? Какой передоз? Смешной. Кто звонил? Папа Удала Рокуновой, я же тебе говорила. Стас, ты чего? Кто звонил? Хорош, Стас! Ну что, походу клиент подвисит. Ты у меня что-то откажется? Да. Смотри, какие вещи. Титов встречался в клубе с неким Новиковым. Ребята из наркоконтроля давно за ним следят. Да, что примчательно, Пряхин, ну, с которым Алла Рокунова жила. Да, 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 помнишь? Так вот, его взяли, между прочим, за наркотики. Подожди, подожди. Штырь с Титовым вроде куда-то собрались уезжать. Рубляйся-ка я за ними. Давай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Ё-моё! Женя! Женя! Жень! Твою мать! Держись! Держись! Субтитры сделал DimaTorzok Ты чего? Кажется, за нами кто-то увязался. Ага, вижу. Думаешь, за нами? Ща посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Тихо-тихо-тихо-тихо. Руки стоять! Спокойно. Ребят, да вы чего, ребят? Кто тебя послал? Ребят, ребят, я частный детектив. Вот здесь к Сиве в кармане. Частник, значит? Да. Это Сивы на него работали? Нет, я не знаю. Никакого Сива. Ну что, ребят? Кто заказчик? Да Степаненко, Андрей. Кто такой Степаненко? Мент, дилер? Да он в банке работает, начальником кредитного отдела. Он думал, что его жена с тобой сменяет. Ребят, я себя смотрю на такие проблемы. Да я откажусь от этого заказа. Никакой жены Степаненко я не знаю. Еще раз увижу, убью. Понял? Я понял, ребят, я просто… Валим. Ну? В общем так, Стрельцова в реанимацию. Врач сказал, будет жить. Да, кстати, попросил тебя подписать. Ну, в итоге, что с ней? Отравление. Догадайся, чем? Тот же самый токсин, что и у остальных? Понятно. Папочку отдай. Держи. Подвезти тебя? Да нет, я своим трудом, спасибо. Ну, как знаешь. Субтитры сделал DimaTorzok